Мораль, этика, совесть, порядок. Барекамнер, Трисаркапов, Москваиц, Мэр Юра Айсорж, Левон Бекларянов. Доктор-профессор, академикоз, подмагет, возмагет, Мэр Лав Барекамн. Мэр Журыча Вернагрелек. Баруя Кануцян, Евгахчи, диктатура. Для того, чтобы правильно оценивать ситуацию, надо пытаться ее объективизировать. То есть, так сказать, без эмоций пытаться понять, что происходит в целом, а не в деталях. Потому что сегодня, конечно, эмоциональная составляющая очень большая, трагедия очень серьезная, и это естественно. Я думаю, что, чтобы понять сегодняшнюю трагедию, нужно провести параллели. Советская Армения возникла в тяжелейших условиях. Причем ее создание висело на волоске. И ее создали, допустили ее создание в виде такой жесткой резервации. На самом-то деле, население армянское было согнано на территорию, в которой практически отсутствовал ресурс развития. Там можно было создать только ресурс для текущей жизни и медленного угасания этноса. Но вот в такой ситуации возникла советская Армения. Дальше изменился большевистский проект. Уже большевики думали о том, как спасти себя физически. Поэтому нужен был проект развития. И вот это было то окно, которое было у Армении. И она в ее и воспользовалась полностью. Ну, за счет чего это произошло? Потому что появились такие люди, личности. Не забудем, что это произошло после геноцида. Практически полного уничтожения генофонда. Но появились такие личности, как Мясникян, Ханджян, Зарубян. Я имею в виду исторические, как шли друг за другом. Понимаете? Рядом с такими личностями встали такие, как Исаакян, Сарьян, Чаренц, Таманян, Йосифор Белли. Чуть позже уже. Но они становились рядом с такими выдающимися людьми. Потому что масштаб их привлекал людей. И внушал доверие. Вот в чем было дело. Масштаб этих людей. Этими определялось все. Потому что это люди, которые умели рисовать будущее. И они построили. Построили Армению. Фантастичную. В мире было два лагеря. Силиконовая долина второго лагеря выступала Армения. Это фантастично. Теперь это сравним с последней республикой. 90-й год. 91-й. Развал СССР. Возникает республика Армения. Значит, уже до этого были созданы все основы для деструкции. Карабахское национально-освободительное движение армянства. По преодолению состояния резервации. Это был первый шаг к преодолению состояния резервации. Как самого Карабаха, так и Армении в целом. Она была подменена до этого, до развала СССР, подменена абсолютно невнятным, так сказать, проектом комитета Карабах. Комитет Круг был заменен комитетом Карабах с правом нации на самоопределение. Вот первая подлая подмена, которая произошла. Дальше пошло. Началась война Карабахская. Лучшие сыны армянского народа воевали на фронте, защищая честь и достоинство народов. А что делали остальные под руководством первого президента Леона Терпетрасяна? Они грабили Армению. Они разрушали промышленность. Уничтожали хозяйство. Вы понимаете? Высокое технологичное оборудование разрезали и продавали нам металлолоб. Вот чем они занимались. И создавали класс так называемых воров-олигархов. Мясникан, Леон Терпетрасян. Разницу видите? На смену Леону Терпетрасяну приходит Роберт Кочарян. Кто он? Партийный функционер масштаба завода. А какова психология партийного функционера? Он всегда ищет пахана, функционера более сильного. И он нашел. Он нашел среди российских таких же функционеров. И вместе с ними стали пилить армянскую экономику дальше. И чувствовал он себя абсолютно защищенным. Опять чувствуете разницу между Ханджаном и Робертом Кочаряном? На смену Роберту Кочаряну приходит большой специалист казино и рэкета. Серж Сарксян. И что он делает? Все остатки монолоба. Он их начинает распродавать. Но при этом все они всегда. Как в Древнем Риме. В Древнем Риме. Ни один уважающий сенатор не мог заключить свою речь. О чем бы он ни говорил. Он мог о сельском хозяйстве говорить. Но в конце он говорил. Карфаген должен пасть. И вот все эти господа любую свою речь говорили. Наш народ силен своими интеллектуалами. И интеллектуальное начало является для нас самым главным ресурсом. Почитайте все свои поступления. А теперь спросите у Леона Тер-Петросяна, у Роберта Кочаряна и у Сержа Сарксяна. Могут ли они все втроем вместе представить хоть один проект национального масштаба по современным технологиям? Нет. Поэтому то, что сегодня произошло с нами, это естественный путь и развитие. Так что крах был неминуем. Потому что вы посмотрите, кто занял место Сарьяна и Саакяна, Виктора Амбарцумяна, Орбели. Кто занял сегодня эти места? Вот сравните масштабы этих людей. Вы получите ответ на то, что с нами произошло. А произошло то, что должно было произойти. Вы посмотрите уровень образования, какой был в Армении. А что вы можете сегодня сказать в Армении, кроме так называемых юристов и экономистов, которые не знают ни юриспрезиденции, ни экономики? Больше ничего. И это, опять еще раз говорю, на фоне бесконечных манипуляций о том, что мы сильны нашими интеллектуальными. Где эти интеллектуальные силы? Вы их распылили. Вы их разрушили. Вы их уничтожили. А все началось в том, что с ГИКОНием разрушили образование. Система образования полностью. А эти, извиняюсь, министры образования Армении, вы возьмите просто их выступление. Что тех, что этого. Если вы сделаете из них такую подборку, то по этой подборке системе вопросов. Можно, так сказать, тестировать, так сказать, человека, лишенного полностью ни ума, ни совести. Глупость на глупость. Мерзость на мерзость. В соседней-то стране произошел, наоборот, прогресс. В этом-то и дело. А здесь было разрушение полнейшее. Разрушение тотальное везде. Но у них это по сравнению с тем, что было прогресс. Ну, во-первых, о предательстве. Вы понимаете, предательство – это такое очень серьезное состояние души. Вот как может человек, который родился в стране, вырос, жил, вот взять и начинать ее рубить по-живому? Вы представляете психологию этого человека? Это человек, который в себе потерял все. И национальное, и человеческое. Чему удивляться, когда в 91-м году одни воюют, другие воруют? И мы удивляемся, что сегодня третий распродали. А четвертый недовольны, что это не они продали. Мы говорим о той пении, о той мерзости, которая, так сказать, возникла еще с 90-х. Но я не хочу это говорить о нашем народе. Во время этой войны я хотел бы, так вот, почтили мы память этих замечательных ребят. Склонились бы перед их родителями. И я хочу сказать их родителям, во-первых, свою благодарность. Вы знаете, ваши дети погибли не зазря. Они защитили честь и достоинство армян. Потому что сейчас будущее Армении определяется не этими мерзавцами, которые сделками занимались. А определяется теми ребятами, которые сделали то, что должны были сделать. Это будет определять будущее Армении. И отсюда мы приходим к простому выводу, что все политическое поле, 30-летнее Армении, это один сплошной политический мусор. Они причем проявили себя все. Это эти бывшие, эти настоящие. Все, эти бывшие, с каким гиканем они пару недель назад бегом прибежали в Москву получать мандаты, направления. Это мерзость такая, что просто невозможно. И ужасно было видеть инфантильного президента, который говорит, а я ничего не знал. О чем разговор? Какие могут быть вопросы, если гарант Конституции о происходящих трагических исторических событиях в стране узнает из пресса? Вот все это политическое поле, оно нуждается в том, чтобы его смести. Она как грязь на теле армянского народа, на теле армянской государственности. Эта грязь ее убьет, если останется. Один из способов, так сказать, познать истину, это указать на ложь. Понимаете? Указать на ложь, потому что там, где ложь, истины там не может быть. Если сложно найти истину, то, по крайней мере, указать ложь. В этом смысле, ну что мы имеем на сегодня? На сегодня мы имеем безграничное, безграничное, так сказать, господство ростовщического капитала. Я же не против. Но если это явление принесло бы что-нибудь, но оно в течение тысячелетий всегда было презираемым, ужасным. Оно доказало свою, так сказать, неконструктивность. А сейчас стал господствующим. Она просто разрушила мир. Вы посмотрите центры силы. Каждый из центров сил современного мира может нашу планету по нескольку разу уничтожить, не поперхнувшись. Но ни один из центров сил не может решить ни одной задачи. Это не потому, что не хотят. Не могут. Все. Тупик. Полный. Вопрос. Вопрос решается просто. Мало чего мы не можем решить. Это вы хотите вопросы. Нам это не нужно. Значит, единственный способ, чтобы те, кто нуждается в решении вопроса, перестали существовать. Проект «Золотой миллиард», а потом проект «Золотой полмиллиарда», потом проект «Золотого 250 миллионов» и так далее. Вот, так сказать, простая примитивная логика. И не потому, что, так сказать, у них нет другого пути, у них нет других возможностей. Но человечество, если исходить нам из здравого смысла, ну не могло же оно возникнуть, развиваться ради того, чтобы вот так примитивно, бесследно исчезнуть в руках каких-то ростовщиков. А потому, что вам навязали некое универсальное, абсолютно пустое по содержательности, но обязательное и правило. Одно из таких есть, такой существует политический трюк, который называется политические партии. С помощью политических партий, так сказать, хорошо отработанных на территории Туманного Альбиона в Англии. Они, так сказать, распространили по всему миру. Это механизм очень простой, тривиальный и примитивный. Значит, наличие достаточного капитала, достаточно узкий класс, агрессивного меньшинства может перехватить управление и навязать большинству свою волю. И дальше разрушать, грабить, усиливать себя еще раз, еще раз воспроизводить себя бесконечное число раз. Пока не привести вот к такому разрушению, как мы сегодня имеем во всем мире. Во всем мире. Значит, первое, что разумное, надо избавиться от этого идиотского механизма разрушительного. Это и есть первая задача, которая должна быть в Армении во имя спасения. Той цивилизации, во имя которой этот народ родился и шел последние 8 тысяч лет. Он же жил до вот этих систем, до этих ловушек. Творил, создавал. Создавал, причем создал так много, что сейчас так много желающих, так сказать, откусить кусок цивилизационный, созданный армянами, что они теперь все хором поют, ах, эти армяне, все, что есть на свете, приписывают себе, а нам тоже хочется все иметь. Поэтому будьте добры, подвиньтесь. Это наши. Понимаете? Это уже не смешно. Вот в чем дело. Поэтому армянам ничего придумывать не нужно. Им нужно вернуться к системам управления, уже в современном модернизированном взаимоотношениях, то, что было до всего этого. А на самом-то деле проблема формулируется просто. Нужно восстановить диктатуры порядка и совести. Мораль, этика, совесть, порядок. Никогда не будет порядка, пока не будет морали и этики. Другого выхода нет. Она должна эту диктатуру жестко и очень быстро сейчас восстановить. Только очистив себя от грязи этого существующего политического класса, Армения может формулировать программы будущего. Программа Айк, если говорить одним словом, она выглядит очень просто. Существовали, так сказать, системы самоорганизации у армян. Свои системы самоорганизации. И эти системы самоорганизации прекрасно себя показали в течение тысячелетий. Во-первых, господа, хочу вам сказать, что на территории Армении никогда не было классического рабства. Никогда. И, конечно же, у них для этого должна была быть мощнейшая мотивация. А мощнейшей мотивацией была семья как основа общества. Даже на той же территории Древней Армении, эпоху, когда кругом свирепствовала, условно говоря, рабовладическая, так сказать, организация. Они во время войны, когда возникали военнопленные, они что с ними делали? Они часть обменивали на своих, которых тоже взяли в плен. Часть продавали, если можно. А все, что оставалось, они ввозили в страну. И как только они пересекали границу Армении, они их объявляли свободными гражданами. Потому что это было самое разумное. Содержать их невозможно. Каждый должен был содержать себя. Понимаете? И вы понимаете, что в таком обществе необычайно развита индивидуальная ответственность. Порядок должен был быть индивидуальный у него. И самое главное, самое главное, культ совести. На самом-то деле в Армении отношения между нахарарами и населением были договорные. Нахарар, когда он умирал, глава рода, следующий Нахарар, один из его сыновей, который должен был стать. Он должен был утвержден советом. А совет состоял наполовину из мирян, наполовину из аристократов. А еще одна треть совета обязательно были женщинами. Поэтому для того, чтобы сохранить за этим родом свои функции, они должны были иметь достойных сыновей. Они поэтому брали воспитание, усыновляли детей, способных своих родственников, братьев, сестер. Из простолюдинов брали. Вот какое было отношение. Поэтому либеральными новинками современности вы не можете, так сказать, удивить армян, а просто вот заниматься этой либеральной, так сказать, начинкой абсолютно пустой и совершенно разрушительной. Сейчас Армения находится в трагическом состоянии. И вот это дальнейшее разрушение государственности будет продолжаться. Рано или поздно, если все-таки Армения консолидирована, примет для себя решение выжить, как нация, как народ, она перейдет к диктатуре совести и порядка. Но чем раньше, тем лучше. А именно жесткие правила по восстановлению смертной казни обязательны. По некоторым позициям. Первое. Это прямая госизмена. Любая деятельность коррупционная или бездеятельность чиновника может интерпретироваться как измена Родины. Это очень важно. И третье. Это применение таких жестких законов против извращенцев всех типов. Это очень важно. Это для, так сказать, гигиены общества. Общество должно уметь себя защищать от извращенцев. И вообще, не надо стесняться, не надо бояться, когда вы формулируете национальные интересы. Как только вы начинаете сомневаться, сразу окружающие ястребы понимают, что вас можно нагнуть, чтобы вы отказались от них. Как мы видим, как произошло во время последней этой войны. Потому что эти элиты, их первые лица, на протяжении 30 лет показали, как далеко они могут прогнуться. А почему? А потому что они занимались абсолютно недостойными делами. Вот и все. Послушайте только эти разоблачительные разговоры на уровне 5 миллиардов дам, 6 саддам. Вы понимаете, первые лица государства, понимаете, как шпана. Тошнит от них. Но меня тошнит больше, что такая шпана у меня в Армении. Субтитры создавал DimaTorzok